Почитаем ваши письма. Добрый день, уважаемый Геннадий Петрович. Я очень вам благодарна за ваши книги, которые в свое время помогли избавиться от многих болезней. Книги работают. Это были 90-е годы. Я очень тяжело болела, часто лежала в больнице, худела. Дошла до 40 КГ при росте 164 см. Понимала, что врачи ничем не могут помочь. А вот почему врачи ничем не могут помочь? Человек обратился к ним. То есть, как бы сказать, обязанность врача делать. Но почему? Почему знаний не хватает? Чего не хватает? Чего не хватает такого, что есть в моих книгах? Вы такой вопрос себе не задавали? Диагноз свой не знала. Предполагала, что онкология. А почему диагноз не поставили? Решила искать ответ в нетрадиционной медицине. Покупала многих книг. Майга Гулан, Надежда Семенова и Васильева, Лойзи Хей, Георгия Сытин и многих других. В том числе изучала книги по психологии. Покупала сборники по народной медицине. Все перечитывала. Купила все ваши книги. И решила лечиться по вашим книгам. Все перечитала. А основой стала живая вода. Вот смотрите, популярнейшие авторы, которые работают в естественном оздоровлении, в народной медицине. И все-таки почему-то выбрали мою книгу. Ну ладно. Лечилась мочой, делала компрессы, чистила кишечник. Точно по вашей книге. Это длилось несколько лет. При этом применяла и другие методы. Наступил момент, когда я поняла, что все пошло на поправку. Не сразу, если человек много болел, много болел, много лет, долго, не знал, что, что, как. Сразу чудес не бывает. Никто не верил, что я выздоравливаю. Благодаря лечению мочой. Ни медики, ни знакомые. Описывать все подробно зайдет много времени. Мне тогда было 55 лет. Очень хотелось жить, быть здоровым. Вот это основное. Если человек захочет жить, быть здоровым. В первую очередь, что в книгах? В книгах информация. Надо себя самообразовать. Самообразовать без этого никуда. Если вы хотите действительно, подлинно, как-то поработать над собой и добиться какого-то конкретного, хорошего, стабильного результата, надо над собой поработать, приобрести знания. А не просто рецептик узнали, а пятки потрескались. Вот тебе рецептики отвали. Несколько лет чувствовала себя хорошо, набрала вес, помолодела, похорошела. Давали на 15 лет меньше. Уринотерапия больше не занималась. И со временем стали доливать всякие болезни. Гипертония, стенокардия и другие. Типичная ошибка заключается в том, что мы с вами, вот из этого письма вытекает, мы надеемся на что-то одно. Да, урина сделала. Она может сделать очень многое, очень многое. Но существует такое понятие, как образ жизни. Если этот образ жизни уже заранее больной, уже вы там где-то не так питаетесь, не так мыслите, не так двигаетесь, не такой у вас распорядок дня. Вы постоянно что-то там расстроены, пятое-десятое. То есть это все надо, вот этот вот массиво всего, что имеется в вашей жизни, надо привести в норму. И тогда никакой мочи не понадобится. И так это не было сделано. Сейчас мне 78 лет, хочется жить и быть здоровой. Не знаю, как избавиться от ужасных ночных приступов, стенокардии. Возможно, это что-то другое. Врачи никак не помогают. Не знаю, какими препаратами их снимать, так как я аллергик. Вы представляете, вот что, о чем это говорит? Мне говорит это о многом. Организм зашлакован. Поэтому аллергия. Как только что-то другое вводится еще в организм, типа лекарственных препаратов и пятое-десятое, вот это вот как раз и наступает. То есть переполнен шлаками. А мы все думаем, какими препаратами это снимать надо. Когда надо чистить всю эту вот зашлакованную массу организма своего, а не препараты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что человек не в теме. Он не в теме оздоровления. Абсолютно. Вроде прочитал вот много книг, а что-то у него не получилось. Проблемы с позвоночником, с суставами, с сильной одышкой и так далее. Но это все следствие того, что в организме полно шлаков. Физиологические процессы идут не так, как надо. И чуть что там такое, сразу же все это начинается. А я в своих книгах как раз и сказал, мы не лечим. Вот я предложил вам в своих книгах целительные силы, которые лежат в библиотеке, ждут вашего прочтения. Которые я озвучил. Вы можете в аудио формате почитать. Там нет никакого лечения. Там есть работа над своим организмом. По выведению всего вот этого вот лишнего, на что указывают первым образом, это аллергия. Это 100% переполнен организм. И печень не работает. Далее. Проблемы с позвоночником, с суставом, с сильной одышкой. Это говорит о том, что все уже отложилось, что уже и в суставах и так далее и тому подобное. Все. Все там сохнет, они там скрипят, болят и так далее. Сильная одышка не может нормально усваиваться. И кислород из крови, и то есть кровеносная система дыхательная не может работать так, как она работала. Обращаюсь к вам, надеюсь, что подскажете, какие книги прочитаете, чем можно в моем возрасте подлечиться. Уже из того, что я говорил, ответ на этот вопрос. Вот они, книги «Целительные силы». И начинайте. Чистите толстый кишечник, печенку, чистите свою лимфу, правильно питаетесь, нормализуйте свое эмоциональное состояние. Буду счастлива, если ответите мне. Живу в Новоуральской Светловской области с уважением. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.